Микс Ньюс Сегодня представляю нашего гостя, президент Латвийского Олимпийского Комитета, можно сказать, даже старший президентом Латвийского Олимпийского Комитета, Джордж Тикморс. Доброе утро. Доброе утро. Ну, прежде всего, мы поздравляем вас с вашей должностью. Спасибо. Это знаменательное событие, я думаю, и для вас, и для всех нас. Давайте об этом поговорим, что называется. Вы уже успели несколько комментариев дать на эту тему, обозначили свои цели, так, примерно, среди них поиск спонсоров, насколько я понимаю, сокращение возможности занимать должность, которую вы заняли более чем два раза, социальная помощь спортсменам и прочее. Вот можем подробнее немного остановиться. Во-первых, почему вы хотите сократить возможность занимать эту должность более чем два срока подряд? Ну, я думаю, конкретно, ну, отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что на данный момент время занимания должности или выборной должности срок не ограничен. Ну, такая практика в многих Олимпийских комитетах Европы, мира. Ну, напомню, что в некоторых Олимпийских комитетах, как в Международном Олимпийском комитете, этот срок обозначен 8 плюс 4 года, ну, в Нидерландах это 3 раза по 4 года. В Латвии я хочу сейчас предложить юридической комиссии обозначить срок 4 плюс 4 года, чтобы добавить мощность, да. То есть вы сами себя обрубаете, можно сказать, вот сроки. Да, ну, это я бывший спортсмен. Да, вот как раз вы говорили про... Вовремя уйти для спортсмена очень важно. Да, про знаменитые даты я бы хотел еще одну напомнить, да. Это дни, когда проводилась Московская Олимпиада. Именно, вчера, да, да. 19-го числа началась Олимпиада, на которой вы... Да, я спортсмен, и я считаю, что за 4 плюс 4 года, это довольно большой срок, где можно продвигать вперед и латвийский спорт, и олимпийское движение, и доказывать своими работами, на что ты способен. Ну, я тогда сразу такой чуть-чуть провокационный вопрос задам. Мы знаем, что до вас в новейшей истории Латвии было всего 2 председателя, получается, на 30 лет, да, правильно я понимаю? На 32. На 32, да. Значит ли это, что эти люди засиделись немножко на своих... Я думаю, нет, это было разное историческое время. Вспомним господина Балтынча, 88-й год, и потом такой времена стабильности, да, которые внес Алдунис Рублевский. Сейчас динамичное время, и мы должны отвечать, своей организацией на вызовы времени. Сколько, вы уже упомянули, что 13 всего человек в Олимпийском комитете, огромное количество дел. За эфиром, да. За эфиром, да. Насколько, действительно, вот дел не про ворот, и справляются ли 13 человек вот с таким объемом работы? Знаете, это хороший вопрос, поскольку, действительно, мы 13, но по таким стратегическим или основным направлениям мы работаем всего 4. Значит, вопрос создания команды. И я хочу создать команду, в которой участвует более... более, значит, руководители Олимпийских федераций. Это, во-первых, наш исполнительный комитет, который сейчас избран в составе 21 человека. И также другие спортивные эксперты, которые помогут нам работать лучше и качественнее. Вы, говоря о сроках, в том числе, говорили о конкуренции, что важна конкуренция. Но для вас не секрет, что многие обратили внимание, может быть, те, кто более скептично настроен, что при выборе избрания вас конкуренции, собственно, и не было. Вы были единственным кандидатом. Вот насколько вам это тоже представляется проблемой или... Меня это не смущает. Я знаю, кто я. Я знаю, что я хочу делать. И это знают и те, которые меня выдвинули. Тут никто не может заявиться как кандидат на пост президента. В целом я хочу напомнить, что у нас было 7 выборов, очередей разных. Это был и сам исполнительный комитет, и индивидуальный член Олимпийского комитета, ревизионная комиссия, президент, генеральный секретарь, вице-президент. И в целом была большая активность, поскольку в федерации выдвинули 76 кандидатов. Давайте еще, наверное, про приоритеты и цели вашей ПГИМа. Поиск спонсоров. Насколько это тоже является большой проблемой? И правильно ли я понимаю, что сейчас поддержку оказывают Платвия, Свалсмэджа и ЛМТ? Это основные спонсоры? И необходимо, получается, искать новых. Хотят сотрудничать вообще предприниматели или не хотят? Как это сейчас обстоят дела с этим? Я думаю, что сейчас ситуация на данный момент нормальная, стабильная. Я хочу поблагодарить за помощь кабинета министра, министерства просвещения, своих коллег, которые вложили очень много работы, что мы получили, в том числе, Олимпийский комитет поддержку на предодолении кризиса COVID-19. Да, и на данный момент бюджет Олимпийского комитета превышает 8 миллионов евро. То, что касается партнеров или спонсоров, да, тут дело очень серьезное. Когда наступил кризис, тогда с нами сотрудничество приостановили или прервали контракт 4 организации, и в целом доходная часть пошла в минус на более 680 тысяч евро. Значит, на вопрос, что делать, у нас есть свои планы, мы будем работать. Насколько вот этот COVID-19 оказал серьезное влияние, ну, на Олимпийское движение мы знаем, что перенесена Олимпиада, но вот этот вынужденный простой для спортсменов, которые не имели возможности для тренировок, для многих спортсменов, это, ну, можно было что-то придумывать, там, заниматься в каких-то условиях, ну, вне спортивных залов, но есть, например, там какие-то дисциплины, где это невозможно. Вот как это решалось, ну, не потеряли ли квалификацию за эти месяцы спортсмены из-за простоя? Ну, я думаю, что мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, и сначала, как у многих людей, да, это был шок. И сначала мы довольно много времени потратили в дискуссиях, в том числе с Европейским Олимпийским комитетом, с объединением, с Международным Олимпийским комитетом, чтобы понять, что будет с Олимпийскими играми. Да, это был довольно протяженный период, мы участвовали в онлайн-дискуссии, ну, потом эти Олимпийские игры были принесены на следующий год, ну, и мы стали осматриваться, что с нашими спортсменами и командами. Но тут очень существенный вопрос. Дирижер в этой даже спортивной тренировочной части находится не в Олимпийском комитете, не в Министерстве просечения, которое отвечает за спорт. Вот, это наши эксперты по здоровью. И, конечно, здоровье каждого члена семьи, в том числе спортсмена, это абсолютный приоритет. Вот, когда, ну, смогли начинаться дискуссии о том, чтобы возобновить тренировки, сейчас уже постепенно по некоторым видам и соревнованиям, но это занимало времени и очень много нервов. А как оцениваете помощь со стороны государства, все эти выплаты? Потому что со спортсменами там тоже не все просто, я так понимаю, что должен был быть трудовой договор обязательно, не у всех он есть. Вот как оцениваете помощь государства со спортсменом? Однозначно позитивно. Спорт не исключение из общей государственной системы. И я думаю, что та помощь, которую получила спортивная отрасль, в целом, напомню, эта сумма 5 миллионов, она очень сопоставима, и она мэрд дотает, да, то есть дотирует конкретный результат. Но как вы оцениваете, вот, может быть, вы объясните нашим слушателям, в том числе, вот, как сейчас обстоят дела, получается, что спортсмены должны были пройти квалификацию на Олимпийские игры, уже готовились к ним, сейчас... Нет, уже прошли, да. Уже прошли, да. И вот следующее, им нужно будет заново проходить квалификацию, или уже, ну, останутся все те, кто были выдвинуты. То есть, вот как это, потому что для спортсмена, может быть, это был, ну, шанс, а если вдруг ему нужно снова проходить, это снова риск, это снова какой-то риск, что он, ну, не сможет пройти, это такое, ну, такое, действительно, очень большое потрясение. Да, я думаю, каждый спортсмен, кто является кандидатом на участие в летней Олимпиаде, прекрасно знает свою ситуацию, свою дисциплину, своему виду спорта. В целом, я могу сказать, до начала кризиса восемь спортсменов выполнили олимпийскую квалификацию, и еще, значит, два места было завоевано. Да, завоевано. Да, значит, по велоспорту без фамилии. То есть, у нас в целом было восемь спортсменов, ну, будем считать, десять. Мы получили официальное подтверждение из Международных Федераций, из Международного Олимпийского Комитета, что эти квалификации считаются. То есть, этим спортсменам уже можно готовиться спокойно, согласно своему плану, согласно, ну, тренировочному и возможностям прямо к Олимпиаде. По другим видам спорта. По другим видам спорта ситуация разная. Мы постепенно получаем информацию от Международного Олимпийского Комитета и Федерации по своим видам спорта. И за три месяца до начала системы квалификационных соревнований по отдельному виду спорта мы это будем знать и, конечно, будем говорить с нашими спортсменами детали. Ну, вообще, то, что перенесли Олимпиаду, понятно, что это такая, как бы... Черезвычайная ситуация. Черезвычайная ситуация, что нельзя было поступить иначе. Но в целом, вот если о последствиях говорить, это очень критическая такая мера. То есть для спортсменов и для организации, для распределения бюджета и всего. Вот на следующей передаче пригласите спортсменов. Это их вопрос. Я свою медаль заявал на Олимпийских играх и также столкнулся с ситуацией 83-го года, когда не было возможности участвовать на Олимпиаде 84-го года. И положил весло, как говорится, на плод и ушел в спорт. Вот такая моя ситуация, я за это отвечаю. Что спортсменами, это я им желаю, конечно, продолжить подготовку и думаю, что они смогут участвовать на Олимпиаде. 84-й год, просто опять-таки напомню нашим слушателям, что тогда Советский Союз бойкотировал в Лос-Анджелесе Олимпийские игры. И может быть, действительно, вот ваше впечатление, вот, ну, я не знаю, когда вы конкретно вот узнали о том, что в следующей Олимпиаде вы не будете принимать участие. И вот насколько это было для вас, ну, действительно, вот это решение уйти из спорта в тяжелом? Не я не буду принимать, но не было возможности поехать на Олимпиаду, это очень большая разница. Следующие теоретические Олимпийские игры были в 88-м году, а за спиной было 6 чемпионатов мира, Олимпийские игры в Москве, и я просто выбрал другие ценности. Есть семья, образование, профессия, и 26 лет закончил спортивную свою карьеру. То есть вы, ну, просчитав ситуацию, вы подумали, что в 88-м году очень, ну, маленькие шансы? Нет. Или вы какие-то? Нет, у меня не было цели, ну, вы понимаете, я спортсмен, я хочу соревноваться, хочу соревноваться тогда за самые высшие достижения. В 83-м году я был второй на чемпионате мира, выиграл вторую спорта-киаду народом. Да, но узнав, что в следующем году не будет возможности поехать на Олимпийские игры, и мне не было цели, к чему готовиться, я уже во всех этих соревнованиях участвовал. Не было мотивации, да? Да, конечно. Ну, раз мы уже вспомнили, просто 80-е, 84-е, я думаю, мы в конце об этом поговорим больше. В 80-м году была еще такая история, с парусным спортом связанная, что соревнования по парусным спорту могли в Риге пройти, насколько я понимаю, да? В итоге они были в Таллине. Уже в 80-м нет, это уже когда планировалось проведение Олимпиады, тогда, насколько я знаю, но я тогда был юноша, да, я знаю, что велась дискуссия о том, что возможно парусные соревнования организовать в Риге или в Таллине. Ну, так сложились обстоятельства, что эстонцы приняли. Угу. Оказались проворнее, хотя обычно париэстонцев говорят, что они медленные. Ну, да, в этом случайно. Да, к пандемии тогда еще вернемся. Вот одна из новостей была о том, что Олимпийский комитет обращался в полицию в связи с теннисным турниром, который проводился, да, назывался Sky Tennis Exhibition Latvia, вот вопреки мерам безопасности. Что это за история? Как вообще так вышло, что этот турнир состоялся? Это, может быть, по деталям вы тогда спросите у организаторов, да, потом расследование ведет компетентно полиция, то, что мы сделали, мы просто считали эти соревнования нонсенсом, да, и, конечно, реагировали официальным заявлением. Ну, то есть, этим будет заниматься, я имею в виду, полиция с точки зрения санкций или штрафов каких-то спортивных мер с точки зрения Олимпийского комитета не последует в отношении конкретных организаторов, спортсменов, возможно? Нет. Не будет? Официально считается, что на Олимпийских играх выступают, ну, вот спортсмены, они страны соревнуются, то есть, ну, такой, скорее, дух вот личностей, хотя все равно неофициально подсчитывают, сколько медалей золотых, серебряных, бронзовых завоевала каждая страна. Вот для Латвии насколько важны медали, насколько, ну, вот иногда все нацелено на получение какой-то медали, вот конкретно на одного спортсмена ставится. Вот насколько для вас это важно, чтобы Латвия завоевала медали на следующих Олимпийских играх? Не думаю, что тут, может быть, можно вопрос поставить чуть-чуть шире, да. Да, медаль – это единственная цель, да, Олимпийского движения или нет. Но я хочу сказать, что нет, что, как бы, в основных линиях, в Адлине есть, да, определенные две цели, над которыми мы будем работать. Да, это цель – физическая активность, спорт, семья и общество, и потом выдающиеся спортсмены – исцелибас, да, как переводится. Исцелибас, да. Исцелибас, да, выдающиеся, да, достижения, достижения. Да, это таланты, которые должны быть, да, которые ведут за собой, да, команду и так далее. Так что в этих двух направлениях мы должны работать, и я очень горжусь тем, что по многим видам спорта такие выдающиеся спортсмены у нас есть. Мы должны их поддерживать, да, и, конечно, радоваться вместе с ними за такие достижения. А какие, ну вот если можно, вот в чем мы сильны и в чем могли бы быть сильнее? Ну, тут долго не надо искать, возьмем зимние виды спорта. Ну, да, понятно. Это Бобслей, это Король Скалитона, это Андрей Расторгул, это наши саночники, ну и, в конце концов, это и наша хоккейная команда. Но у нас впереди летняя олимпийская игра, вот что на летней? Да, если мы смотрим по летним видам спорта, то это, конечно, плудмал с волейболс. Ну, кляжный волейбол, да. Да, это легкая атлетика, это у нас борьба, и это, конечно, ну такие новые дисциплины, где, ну, спортсмены очень мотивированы. Три на три баскетбол, это каратэ, да, ну, так в целом. Три на три баскетбол, кстати, впервые, насколько я знаю, будет на олимпиаде. Да, это дисциплина. Дисциплина, да, и наши спортсмены, вот, трио показывали хорошие результаты очень на международных играх, то есть на олимпиаде тоже, да, можно ожидать? Ну, я надеюсь. Если там с квалификацией, там как-то все не просто с квалификацией. Ну, я буду, я надеюсь, что, может, основная пара, еще один кандидат, это пара Самова Шмейденча, тоже успешно пройдут в квалификацию, и, как всегда, будут на олимпиаде в хорошей форме. А вот еще интересно, может быть, вы тоже скажете, что не напрямую вам этот вопрос, но выбор спортсменов года происходит каждый, ну, каждый год, ежегодно, в декабре. И вот, как интересно, в этом году просто будет, обычно есть важные такие показатели, это сезон соревнований, это весна часто, это олимпийские игры, ничего в этом году нет. Как вообще выбирать спортсменов года будут в таком случае? Да, вот это хороший вопрос, мы на нем ломаем голову, да, и вот как раз будем в этом месте ставить какие-то такие, ну, основные направления, да. То, что вы правильно заметили, это то, что нет летнего сезона как такового, и проводить по старому формату, да, с этими награждениями просто мы в этом году не можем, потому что не соблюдается такой принцип, как, честно говоря, фэрплей, да. И мы будем думать, торжественное, спортивное, это, сори, коемс, да, оно будет, по какой форме и где оно будет проводиться, ну, мы, наверное, узнаем в течение июля-августа. Угу. Ну, вот, кстати, о критериях, если говорить после прошедшего, после прошедшего вот этой церемонии вручения спортсменов года, там было такое тоже, было много недовольных тем, что не признали лучшим Кришна Панца, капитана сборной по гонболу, он в том году и Лигу чемпионов гонбольную выиграл. И вот многие спрашивали, по каким все-таки критериям, и усмотрели в этом такую легкую теорию заговора, в том, что просто гонбол, он не настолько раскручен, и решили, что как бы лучше удадим тем спортом, которые у нас уже раскручены. Вообще, как вы всю эту ситуацию видите? Ну, я думаю, такой, у нас много кандидатов в каждой номинации, ну, за исключением, там, может быть, мужа и Гудеймс, да. И ничто, ну, нет такого, что нельзя улучшить. Мы анализируем после проведения мероприятия совместно с Министерством просвещения, с Латвией спортов федерации, подводим, да, результаты, и, конечно, будем улучшать и саму методику определения. Да, напомню, что здесь могут участвовать и участвуют спортивные организации, которые выдвигают, а потом эксперты определяют. То есть, ну, да, все в целом получается как бы и независимо, и в то же время объективно? Ну, с одной точки, с тех, которые мы награждаем, наверное, объективно, да, но есть какие-то спорные пункты, может быть, по которым мы можем что-то сделать лучше. Еще про бюджеты хочется, конечно, поговорить, и вообще есть такой еще вопрос, вот, получается, Олимпиада в Токио будет в следующем году, а там сколько промежуток, буквально полгода и следующая Олимпиада, да, это впервые там такое вообще произойдет. Да. Вот тоже со всех точек зрения, начиная с спортивной, я понимаю, что это больше спортсмены могут сказать, но даже с бюджетной точки зрения, для комитета это большая нагрузка получается. Ну, это, конечно, не только по бюджету большая нагрузка, это нагрузка и по всем вопросам обеспечения. Ну, вот да, как вы это вообще представляете? Я думаю, что мы знаем эту ситуацию, да, мы планируем точно свою работу, да, я думаю, что спортсмены, как и команды, и в целом получат все необходимое в нужное время, в нужный срок на самом высоком качестве. У нас есть опыт, да, подготовки команд, я еще напомню, что перед этим есть юношеские соревнования, например, мы должны вести юношескую команду на зимние соревнования в Уакате, в Финляндии, в январе, то есть, ну, работы очень много. Да, никаких опасений в этом плане нет, как бы? Вы сказали, что опыт есть, но опыта такого, получается, нет, чтобы так быстро... Ну, это просто сжимаются сроки, мы должны более четко планировать, что делать. Изменятся ли как-то правила безопасности на Олимпийских играх, ну, вот что-то в связи с эпидемией COVID-19, потому что все опасаются и второй волны, и то, что, ну, пока не будет разработана вакцина, все равно опасность заражения будет. Ну, это не вопрос к спортивным экспертам, я очень надеюсь, что Олимпиада будет проводиться, какие будут меры безопасности, да, это уже определяет эксперт здоровья. А вот вы отметили, что бюджет, ну, это стало известно уже в тот же, по-моему, день, когда вот вас избрали, что бюджет составит 8 миллионов комитета, это больше, насколько я понимаю, 2,5 целых миллиона, чем в прошлом году. Это результат каких-то переговоров с Минобразованием, потому что известно, что Минобразование получает деньги, и у них очень много там направлений, куда нужно. Удалось как-то с ними договориться? Нет, тут не идет вопрос, кто с кем договаривается. Идет вопрос о том, что для удаления кризиса COVID-19 спортивная отрасль получила поддержку от государства 5 миллионов евро. Из этих 5 миллионов евро, согласно программам и целям, на что выделились две программы, были выделены Матвийскому Олимпийскому комитету. Одна пошла на поддержку спортсменов, тех спортсменов по летним, зимним видам спорта, которые готовятся к своим олимпийским соревнованиям. И вторая программа пошла на две технические программы, то есть на техническое оснащение тех же самых спортсменов и команд. В целом это составило 2 миллиона евро. Основной бюджет, который мы планировали, он был в проекте до этого, примерно на 2 миллиона меньше. В прошлом году, я вот, может быть, все апдейты не успел проследить, в прошлом году обсуждалось, что финансирование спорта необходимо пересматривать, потому что, например, Олимпийским федерациям ЛОК может выделять, по-моему, 21 тысячу евро, а тем, кто неолимпийским, всего тысячу, хотя это кажется тоже не всегда справедливым, потому что среди неолимпийских видов спорта тоже есть более чем достойные. Вот как-то сейчас, как вы это видите? Вы знаете, я хочу вам напомнить, я президент Латвийского Олимпийского комитета, то, что вы говорите, это, ну, немного не в адрес Олимпийского комитета, поскольку Олимпийский комитет занимается исключительно Олимпийскими федерациями. Не Олимпийскими федерациями, занимается Латвии спортофедерацией. По доме спортивными школами занимается латвийский спортскол директор по доме, а спортивные игры вообще создали тоже свою организацию. Латвийский команд спортспейли ассоциации. Спортивную политику определяет Министерство просвещения. То есть я отвечаю за Олимпийские федерации, и мы работаем в рамках того бюджета и договоров по этому направлению. Да, и лучшие Олимпийские федерации примерно половина получат как базовое финансирование эти 21 тысячу евро. Насколько, вот вы упомянули о том, что в Олимпийском движении Латвии есть, можно сказать, три этапа по главам, возглавляющим Латвийский Олимпийский комитет, а если взять Олимпийское движение в целом, вот насколько оно меняется? Есть ли здесь какие-то изменения, поскольку начиналось Олимпийское движение как попытка объединить народы, объединить одну какую-то спортивную семью? Вот сейчас этот спортивный дух остается или становится более коммерческим, ну, спорт, поскольку это огромные деньги, это огромный уже какой-то механизм, который работает вот как часы? Конечно, Олимпийское движение меняется, меняется очень быстро, и также Латвийский Олимпийский комитет, который отвечает за Олимпийское движение, да, Национальный Олимпийский комитет, он должен идти в ногу с временем. Да, я думаю, что тут в целом два очень важных направления, как я уже говорил, это Олимпийская команда и выдающиеся спортсмены, и во-вторых, направление это спорт и физические занятия как ценность общества. Вот если мы все время раньше работали в одном направлении, да, то в этом году мы будем разрабатывать такой очень интересный документ, который называется «Стратегия Латвийского Олимпийского комитета 2030», и который предполагает, ну, такую очень символическую определенность, да, то есть 50 на 50. Да, вот если будет у вас интерес, тогда, ну, 50-50 это Литсфорд, да, и как бы 50% работаем на спорт высших достижений, 50% или половину будем работать с обществом. Ну, а как, в каком это будет виде? То есть, понятно, что, да, должно вдохновлять, но вот, ну, насколько, если вот от слов вот к делам, как можно мотивировать, да, мотивировать, потому что понятно, что есть, ну, большинство людей смотрят Олимпийские игры, взяв там ящик пива, условно говоря, перед телевизором, и это люди, ну… Ну, я скажу на примере, может быть, будет лучше, да, Олимпийский игры, выдающийся, наша команда, мы за неё болеем. Почему цифра 50? Потому что, как показывает, ну, небольшая история более 20 лет Олимпийского движения, то число 50 в Олимпийской команде мы можем достигать только тогда, когда участвует спортивная команда. Зимой это хоккей, летом это баскетбол был. Только тогда мы превышаем число 50. Ну, это уже исторически, да? Это было в 2008 году, да, последний раз? Да. А потом, что такое 50, число 50 в другом направлении? Да, мы хотим, чтобы каждый второй житель Латвии занимался физическими активностями. И могу сказать, какая исходная ситуация на данный момент. 56% вообще не занимаются, такова статистика. А только 17% занимаются два и больше раза в неделю, что я считаю, ну, таким минимальным объёмом занятий. Ну, есть какие-то, вот, я понимаю, что у вас пока это только в форме стратегии намеченной, но, естественно, тема эта обсуждается уже давно, вот, физической активности. Речь идёт об уроках спорта, возможно, дополнительных, другой какой-то мотивации каких-то компаний. Может быть, открытие каких-то спортивных. Да, много чего. Вы говорите. Ну, я скажу, да, что мы уже сделали, тоже на примере будет легче. Одна теория, да, и стратегия должна быть. Латвийский Олимпийский комитет на протяжении 14 лет создал систему олимпийских центров. Такие олимпийские центры, их всего шесть больших. И мы поставили задачу построить эти олимпийские центры совместно с самоуправлениями в больших городах, где есть университеты. На данный момент эта программа завершена. Такие олимпийские центры у нас в Риге, в Энспилсе, Леопая, Елгава, Дагопилс и Валмир. В целом, каждый день, когда, ну, до кризиса, в этих центрах приходило заниматься спортом более 14 тысяч юношей в целом, да, и молодых людей в день, в сезон. А в летнее время число было примерно 6800 в день. В целом, да, в этих центрах за год посещение было более 4,3 миллиона. Здесь проводились соревнования по 74 видам спорта. Более тысячи соревнований, в том числе 118 международных. Представьте, не было олимпийских центров, да, какие были бы условия. Ну, были бы. Это во-первых. Во-вторых, олимпийский комитет и школа. Мы 8 лет назад создали проект, ну, сейчас уже будет год работали, да, сейчас будет 7 учебный год, спортом занимается весь класс. В этом учебном году по специальной программе, которая предполагает 3 дополнительных спортивных уроков по специальной программе, значит, Академии спорта, будет заниматься более 9 тысяч ребят. 3-го, 4-го, 5-го, 6-го класса, которые будут проходить по этой программе занятия по физической подготовке, по плаванию, по футболу и занятия на свежем воздухе. Мы параллельно с спортивным оценком тоже там оцениваем очень важный момент, это учебу. Учебу. И только те классы, которые все вместе участвуют в этих занятиях и хорошо учатся, да, могут продвигаться по системе соревнований постепенно к финалу. Вот такие у нас практические работы, и мы по этим направлениям будем работать дальше. Замечательно. Насколько нам стоит расстраиваться, одна из тем прошлого года, что Сигулда не стала местом проведения Олимпиады 2026? Насколько это грустно? И, может быть, ваши какие-то оценки, потому что, например, Дайнис Дукурс и ваш предшественник, господин Рублевский, были довольно смелыми в высказываниях, говорили, что очень странная была вот эта история с выбором, с тем, как оценивалось, с этими видеопрезентациями, спящими делегатами и так далее. Что вы можете сказать? Насколько это вот все-таки нас? Я думаю, что, конечно, мы все хотели, чтобы Олимпиада пришла на Сигулду, на нашу столицу зимних видов спорта. Я думаю, какое-то время, это момент будет. Мы должны тоже делать работу по созданию и укреплению, и, может быть, улучшению, модернизации Сигулдской бобслейно-скелетонной трассы. И, думаю, то решение, которое сейчас обсуждалось в парламенте, и потом будет, ну, другие решения предполагают реконструкцию Сигулдской бобслейно-санной трассы. И эта реконструкция очень обширная. В нее предполагается по оценкам в целом финансирование около 30 миллионов евро. И на вопрос, будут ли после реконструкции спортсмены, команды, на что смотреть, ну, это уже вопрос Федерации, Олимпийского комитета, да, и те, которые руководят политикой в области спорта. Я думаю, что будут. Ну, то есть, получается, что это довольно, все-таки дорогое ли удовольствие для страны принимать Олимпийские игры, какие-то виды соревнований? И насколько затем, вот, действительно, эта инфраструктура созданная для, это же и гостиницы для туристов, и очень, ну, то есть, это будет востребовано. То есть, насколько вот мы можем? Ну, я знаю, что каждый, кто хочет, может поехать в Сигуру посмотреть, какой этот прекрасный город, да, и там, конечно, в зимний, в летний период где-то попасть на отдых довольно трудно, да. Да, и я думаю, что здесь абсолютно, ну, продуманная стратегия, которая идет на пользу, во-первых, спорта, да, и выдающихся спортсменов, и, во-вторых, мы не столкнемся с такой ситуацией, как, например, в Сараево, или как в Афинах, где спортивные объекты вышли из-за такого… Эксплуатации. Да, эксплуатации в связи с тем, что они не востребованы. Да, здесь все просчитано, и я думаю, что это абсолютно будет, ну, правильное решение. А что, опять же, вы, наверное, сейчас отправите к другой федерации, скорее всего, да, но это паралимпийцы, хотелось бы про паралимпийцев спросить. Это целиком, сразу предвкушаю, да, что вы скажете, что это целиком на соответствующем паралимпийском движении, или Латвийский Олимпийский комитет принимает некоторое участие в том, как обстоят дела со спортсменами? Вы знаете, как? Мы будем принимать и по этим практическим шагам, я думаю, что первый шаг уже будет в этом месяце. Да, я сейчас хочу, ну, не хочу рассказывать детали технические, да, но мы с госпожой Дадзейте говорили до выборов и после выборов, и будем, как бы, совместно поддерживать друг друга, и идем на такое, на очень близкое координацию всех практических вопросов. Да, немного у паралимпийского комитета очень хорошие спортсмены, и они действительно пример, да, многих спортсменов, да, но с другой стороны мы можем своим опытом, своей административной, юридической поддержкой совместно сделать им жизнь, ну, немного легче. Да, то есть мы пойдем вместе, и есть примеры в Европе и в мире, где два комитета работают под одним флагом, и может быть такое и наше будущее. Угу. Насколько олимпийское движение должно поддерживаться государством, или же все-таки это, ну, вот, роль спонсоров? Нужны ли спонсоры, или, поскольку вот вы упомянули о том, что внезапно, вот, недосчитались более 600 тысяч иерус в связи с COVID-ситуацией, вот, если, например, полностью государство поддерживает только олимпийское движение, тогда нету рисков, может быть, что вдруг какие-то спонсоры, отказавшись, могут поставить под удар олимпийское движение? Ну, здесь вопрос о приоритетах. Я думаю, что рабочая группа под руководством министра, господин Шуплынская, еще в этом году примет решение по приоритетным видам спорта. Я думаю, что государство не обязано и не может поддерживать 100% всю спортивную отрасль, я даже не знаю таких аналогов в Европе и в мире. То есть здесь должен быть баланс. Ну, не 50 на 50, но может быть где-то так, да. И то, что мы работали очень долгое время в таком тепличном режиме спонсорском, да, это тоже факт. Я встречался с коллегами с Олимпийских комитетов Европы, которые не имели такого льготного спонсорской политики и все время развивали Олимпийский комитет и свои виды спорта без этого. Вот сейчас мы изучаем их опыт, да, и, конечно, лучшие, может быть, мысли, идеи будем принимать в свою организацию, потому что, конечно, спонсорство в таком виде, как было, в таком объеме больше не будет. — Насколько Олимпийский комитет, и вот вы стали президентом, вас будет заботить тема допинга в спорте, в олимпийском движении, в олимпийских видах спорта? У нас неприятная ситуация с Инетой Радевичей случилась, ее попросили вернуть премию, которую она получила после четвертого места на Олимпиаде, причем Олимпиада это уже не последняя, не предпоследняя, скажем так. Вот, что в этом отношении? — В этом отношении, я думаю, мы, конечно, будем делать то, что мы все время делали, но здесь очень существенную роль играет новая ситуация с вопросами антидопинговой политики в Латвии. Напомню, что еще в 2018 году в Латвии была кардинально улучшена ситуация с этой негативными явлениями, был создан государственный антидопинговый бюро с абсолютно другим финансированием, с абсолютно другими полномочиями. И самое главное, примерно 10 раз, или 7 раз, но я точно сейчас не скажу, но примерно 7 или 10 раз было, значит, полелой нации. — Увеличено. — Увеличено количество проб, которые берутся. — Но хочу напомнить, что насчет лучших спортсменов, они контролируются не только Латвией, но и международными федерациями, и также теми инстанциями, которые проводят соревнования. И мы перед Олимпийским играми делаем стопроцентный контроль всех наших кандидатов и уже членов Олимпийской команды. К сожалению, и это не исключает подобный случай, который у нас были с хоккеистами в Сочи. К сожалению. — Олимпийская форма уже утверждена для Олимпиады в Токио? — Ну, если мы говорим по форме, то, конечно, это такой интересный вопрос. У каждого спортсмена три формы. Но начнем с главной. Это соревновательная форма. На данный момент соревновательная форма, все наши спортсмены федерации знают, это ответственность федерации. И мы пытаемся создать единый дизайн. Но не углубляемся, кто производит и как, поскольку у нас такой возможности нет. Следующие две формы — это уже ответственность чисто Олимпийского комитета. Но, наверное, уже имеется в виду клубная или повседневная форма, а также парадная форма. Ну, по этим двум последним направлениям мы будем делать закупку. Уже будет объявление в этом месяце. Мы надеемся найти самых лучших партнеров, которые предоставят эту спортивную форму, комплект спортивной формы нам и такую же самую нашим паралимпийцам. Вот это первый шаг, который мы с паралимпийским комитетом будем делать совместно. Мы насчет этого договорились. Но сейчас работаем над всеми техническими деталями. Как я сказал, в июле уже будет проводиться первый тендер. Ну что ж, спасибо большое. Желаем вам успехов. Новый глава Латвийского Олимпийского комитета Жорж Тикморс был у нас сегодня в гостях.